Уважаемые коллеги, в своей работе я буду общаться не только с индустриентами, но и с индустриентами старшего процесса, которые озабочены проблемами под видеоустройства. Пока здесь под видеоустройство в предприятии не так-то просто, даже если на этом предприятии большой дефициткар. Так вот, мне приходится участвовать в этом процессе, и я заметил, что легче всего помогать тем студентам, которые параллельно с техническим образованием получают еще экономическое образование на факультете, при нашей области, на факультете гуманитарном, факультете ПЭР. Ну, я думаю, нет необходимости объяснить, почему. Они коммуникабельнее, они легко находят контакт с работниками кадровых служб, но самая главная причина, на мой взгляд, в том, что эти ребята немножко по-другому мыслят, даже не немножко, а серьезно по-другому мыслят. Потому что сегодняшнее техническое образование, оно, и сегодня об этом тоже говорили уже, не дает достаточных знаний для того, чтобы молодой специалист мог взглянуть на то, что он создает глазами экономиста. И невольно в его профессиональной деятельности превалирует в затратный взгляд. И только, на мой взгляд, я считаю, что только полноценное техническое образование совместно, на сегодняшний день, как оно по ГОСМИ существует, полноценное техническое образование, параллельно с гуманитарным образованием, дает тот самый синергетический эффект, о котором мечтают представители организаций, когда породистый технарь с легкостью оперируют экономическими категориями и оказывают состоятельность в родину проекта. Я имею в виду, в первую очередь, еще и в самой ранней стадии проектирования, когда происходит экономическая оценка проекта, экологическая оценка проекта. Для того, чтобы избежать издержек, я специально утрирую примеры, как поворот сибирских рек, сооружение плотин, когда под воду уходит миллион гектаров плодородных земель с береговой инфраструктурой, которая создавалась в рекаме. Кстати, в нашей предметной области тут достаточно таких примеров, а вот один пример положительный, я могу тоже назвать. Сергей Павлович Королев, создавая свои ракеты-носители, автор Владимира Семеновкина, который первый космонавт летел в космосе, первый спутник, он оставил для своих ракет-носителей экологически чистые топлива, хотя они проигрывали по экономике, проигрывали по энергетике, именно потому что думал, а ему пришлось предлевать все сопротивления понятных, очень серьезные, потому что он понимал, что какие-то ракеты будут падать на землю, и вероятно будет. В этой связи, мне кажется, уместно вспомнить об инициативе, инициативной проекте, если вы посмотрите в интернете, ZDIPO называется буквально, задумаясь, проектирует, внедри, управляя. Этот проект предусматривает реформирование инженерного образования на основе жительного циклотехнического изделия. К этому проекту на сегодняшний день присоединилось уже более 100 рядовых стран, Америка, Канада, Германия и много других. Так вот, в соответствии с этой инициативой, любой продукт существует и эксплуатируется в среде А. предприятия, Б. бизнеса, Б. общества. И современный инженер должен адекватно реагировать на вызовы всех этих средств и быть эффективным менеджером, эффективным управленцем на любом предприятии любого уровня, любого масштаба. Я вспоминаю, что лет 15-20 назад, перед перестройкой, которая все смешала, мы задумывались над тем, каким должен быть специалист в ближайшее его будущее. То есть пытались формировать обобщенный образ специалистов. Вот что у нас тогда получилось. Выпускник университета должен уметь ставить и решать инженерные задачи по специальности с системных позиций. Обеспечивает разработку и производство высокоэффективных служа технических систем с оптимальными параметами. Вы согласитесь, и сегодня звучит достаточно хорошо, да? Но, к сожалению, вот это определение уже не соответствует всем вызовам, которые мы в общем-то предъявляем. Да, мы существенно продвинулись в теории проектирования, мы научились оптимизировать технические изделия по экономическим критериям. Но дело в том, что только тогда начинает работать вся эта система, когда вот эти критерии создаёт и математическую модель создаёт сам проектировщик, сам инженер. А сегодня он использует эти критерии, которые задумаются за то, что он задумался при использовании пакетов пригодных программ и солидирования. А для того, чтобы вот этот критерий стал не чёрным ящиком, а мы понимаем, что он делает, для этого нужны многие экономические знания, которых, к сожалению, сегодня нет. Мы продвинулись в аппаратной части. У нас прекрасная техника. Студенты сегодня работают в интегрированных пакетах КАД, 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 КАЕ. Но чтобы замкнуть жизненный цикл изделия, вам всё равно приходится теперь центр тяжести реформирования инженерного образования, приносить на экономику пакетических циклов. Вы уже вспомните ту формулу, которую я так называл, в общенном области. Там затрагиваются два этапа жизненного цикла. Разработка и производство. Совершенно не затрагивается цикл эксплуатации, а потом идёт лагернизация, потом идёт утилизация, а все подводные камни, которые потом собирают следующее поколение, они как раз здесь лежат. Вспомните проблему Балтийского моря, где заборонили все эти изделия времён Отечественной войны. Хотя сегодня существуют технологии, при использовании которых там ничего нет хитрого, надо было просто поставить задачу. И эта проблема бы не существовала. Та ситуация, которая существует сегодня в нашем году, я считаю, уникальна. Мы можем предоставить желающим, способным студентам получить в период обучения два, то есть три высших образования, высшие инженеры, высшие экономические, высшие военные образования. И на этот факт все чаще обращают внимание родители абитуриентов, которые к нам приходят на собеседование после дня этой двери, которую мы ежедневно проводим. И не потому что они планируют, что их ребёнок будет работать в экономике, а потому что, как правило, это тоже инженеры. И тоже они уже прошли этот путь и прекрасно представляют, что вызовы общества доставляют определять другие требования к инженерам. То есть инженерам должен быть другим. Это специалист в своей предметной области, то есть технической. Он же должен быть одновременно и экономистом, он же должен быть одновременно и менеджером. И хорошо, если он разговаривает на астроном языке, хотя бы на душе. Я думаю, вот такие специалисты сегодня нужны высокотехнологическим предприятиям. Я также уверен, что рано или поздно стандарты СИДИО будут приняты в ближайшее время, потому что Россия, по слухам, не знаю, достоверно, разработчики вот этой инициативы, это были бы наши сайты Чехии, потом они побывали за рубежом, потом эта идея вернулась к нам уже с иностранной админиатурой, и пока бывает. Поэтому, я думаю, в ближайшее время эта инициатива будет подхвачена и у нас, будут соответствующие стандарты, в интернете можно найти, в этом 12, и тогда, как на вашем лице, будет хорошо. Знаете, это будет я, который у нас появился. Продолжение следует... Спасибо большое.